Даша, к тебе сейчас приехала бабушка. Ты рада? Баба! Вон смотри кто там приехал. Заходи. Даша! Даша! Давай иди ко мне на ручки. Бабушка приехала. Даша! Мы с тобой разговаривали, что все вместе. Даша! Даша! Все хорошо, Даша! Даша, ты какой-то? Пойдешь к бабушке? Иди. Ну ладно, я еще пока не готова. Ну ладно, ладно. Нет, 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 нет. Невокомые люди. Она всегда так отреагировала, когда ей попкакова. Расчищала. Ну что, не надо с ним? Понимаешь? Ну все, у нее это. Дарья освоилась, мы уже сидим за столом. Я уже начала говорить, сразу Даша стала разговаривать. Все, все машите. Привет, привет. Всем всем. Из Астрахани. Даша уже освоилась сидеть за общим столом. Он уже всех ругает. Да. Оп. Всем привет, дорогие друзья. У нас радостная новость. К нам приехали из Астрахани Лешина родня. Приехал его брат с семьей и мама. Только сейчас взяла в руки камеру. Вчера мало что снимала. Но Дашенька уже забыла бабушку. Вчера, главное, когда они приехали, вчера она с бабушкой игралась прямо во все игрушки. Ей столько подарков привезли. Я потом вам покажу попозже. А сегодня утром проснулась и ни в какую не хочет к бабушке идти. В общем, волнуется, переживает. И главное, что мне нужно в сторону отойти. Как только я подхожу, она сразу начинает плакать. Ну, у нас так получилось уж, что бабушки живут далеко. Дом... Дома находится в основном всегда три человека. И Даша привыкла, что... Не привыкла к таким шумным компаниям. В общем, у нее вчера был такой шок. Ой, так радостно, когда приезжают родные в гости. Вот очень, знаете, классно, что мы переехали в Краснодар. Я из Горловки, Леша из Астрахани. Но вот когда родные далеко живут и ты живешь один обособленно, это как-то тяжеловато. И когда приезжают родные, близкие, ты проводишь вечер с ними. Это так здорово. Вечером мы вышли во дворе, сидели. Еще как раз комаров не было. Вообще классно время провели. Вот, и мама теперь у нас осталась. Я надеюсь, Дашенька быстро к ней привыкнет. Буду снимать. Не хочу надоедать камерой. Вот вчера приехал брат с семьей. Я сняла только наше застолье. Вот, начала плакать. Фух. Но я буду снимать, конечно, потому что это будет и для вас интересно, и нам будет память Даши. Будет память, как она. В шесть месяцев последний раз Лешина мама видела Дашу. И Даша, кстати, к ней на ручки пошла очень даже неплохо. А сейчас вот у нее такой характер. Она показывает свои истерики. Упала. Ты чего? Упала. Упала, вот так развернулась и делала воду. Может, на горшочек пойдешь? Я не хотела взять, а ты одна не хочет. А вот и один из подарочков для Даши. Вигвам. Даша его видит впервые. Мы решили снять ее реакцию. Даша. Даша. Ку-ку. Даша. Даша. Ку-ку. Даша. 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 Книжечка. Ух ты. Так ты книжечку можешь листать прямо внутри домика. Дарья. Дарья. Иди сюда. Таня. Ку-ку. Даша, иди сюда. Иди к маме. Дарья, иди к маме. Дарья, иди к маме. Слушай, ей книжка больше интересна, чем этот домик. Так. Далайся. Будем здесь книжку смотреть. Я тебе подушечек сюда принесу. У тебя будут тут подушечки. Краски. Ку-ку. Ку-ку. Смотри, в окошко можно на папу смотреть. Ку-ку. Ку-ку. Даша, помаши ручкой. Дай им ту штуку. Да. Дашечке нравится тут. Ну все, давай мама выберется. Смотри, тут и Мишка сидит. Мишка. Выберется. Это не обязательно снимать. Даша, ты туда пешком можешь заходить. А не балкон. Заходи. Даша, ну тебе нравится домик? Да. Да. Оп. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А это лягушка. Что за лягушка? Квак-квара говорит. Квак-квара говорит. Ой, привет, ку-ку. Ку-ку, Даша. А это кто? Даша, а это кто? У-у-у, я обезьянка. Да, это пожарная, у нее сирена. У-у-у-у-у. Ку-ку, Даша, ку-ку, выгляни сюда, выгляни в окошко, дам тебе горошко. Ку-ку, видите, у меня хорошее. Ку-ку, ку-ку, язык показывайте. Там надо было, знаешь, чтобы лицо было с ушами такое, чебурашка какая-нибудь. Точно, да. Чтобы даже вылазило, и было смешно. Ну, давай нарисуем. Не надо. Да, это же индейский дикван. Американский. Даша, сделай так. Даша, сделай так. Вот так. Молодец. Настоящий дец. Осталось только помогать. Да, вот так вот Даша будет лежать в своем укромном месте. Вот такой вот сортер подарили Даше. Ей очень понравился. Понравился? Да. Это, кстати, будет полезно тем, у кого детки такие маленькие. У нас были как пазлы, но Даша еще не... Ну, там просто выемки такие более серьезные, и Даша не может его складывать. А этот у нее очень даже хорошо получается складывать. И надолго она с ним залипает. Ей очень понравился. Так, еще вот такая панда. И у нее... Это мама панда. У нее еще ребеночек панда. Но я попозже покажу. А, сейчас покажу, что попозже. Вот еще бабушка подарила Даше вот такой вот наборчик. Блин, смотри, это продуктовая корзина. В магазин можно ходить. И вот такая вот плита. Можно готовить. Тут у нас яичница. Так, в общем, у Даши столько игрушечек. Нашел, да? Да? А я внизу искала. В общем, у Даши полно игрушечек. Книжечек ей понадарили. Самое интересное, что Даши вот книжка была более интересна, чем целая палатка. А, давай. Книжка на кучу игрушек вверх у Лени. Да? Ну, вот у меня зрение такое. О, мы с вами залазим в этот шатер. Опа. Покажи, какой мишка у тебя. Мишка этот панда. Заходи. Ой, ну все. У Даши теперь свое местечко будет уединенное. Нравится тебе, да? И вот этот сортир ей прям очень понравился. Ой, а мне что подарили, ребят? Сейчас я покажу вообще. Кстати, я мечтала о таком. Сейчас покажу. Готов? Вот, мне подарили вот такую вот штучку. Я, кстати, мечтала именно о такой штучке. Вот. Это получается сюда там сыры, эти орешки. Дашунчик. Нам она тоже хочет показать. Сюда бутылку ставишь. Здесь бокалы. Вот. И Леша это мне приносит постель. И я кусаю их. Ну, мы вместе. Вот такой вот подарочек. Классно. Нормально. Ну и на стол можно просто ставить вот так. Давай, накроем на стол. Давай. Давай, неси свою еду там у тебя на кухне была. Протуктовый на кухне. Блажан. Давай. Давай накроем стол. Пошли. Давай, быстрее. Девели яичницу. Девели яичницу поставишь. А я этот, окорочок. Пойдем. А, ты слышишь? Она озвучивает. Шшшш. Ой, как Даша интересно. Сколько игрушек. Ладно. У нас уже вечер. Мы поставили фонарик. Фиг вам. Да, и Дашенька теперь так уютненько там. Залазь туда. Это классно. У тебя такой домик классный, Даша. Заходи в домик. Забирайся внутрь. Ну, там сон. Ну, она может в сторонку отодвинь. Мы уже ко сну с Дашей подготовились. Но перед сном решили. Заходи. Заходи давай. Ух ты. Класс, да? Тебе собственный домик. Ну, ладно. Пойдем спать. Вот приехали тут на природу. А тут видишь, что у нас? Куда мы попали? В джунгли. Вот мама сидит, видишь? Помаши. Все, все, все. Не буду больше трогать. Она понимает, что ее снимает и ругает. Да. На камеру работает. Она понимает, да. Вот видишь, у нас тут... Не угостили, говорит. Отнимать снимали. Не знали, что будет. Таких здесь. Она у нее чисто рыночные отношения. Блин, а мы пирожок съели. Вот, смотри, Тань. Сколько здесь воды. Помнишь, ты здесь джакузи принимала? Вот здесь. Здесь был такой поток воды. А теперь он, вот он. Еле-еле течет струечка. Тоненькая. Сейчас мы с мамой там купались. Вон мама сидит. Вон там мы купались. Вода теплая. Прям как парное молоко. А раньше, помнишь, заходишь сюда, здесь вода была холодная. А сейчас теплая. Вон рыбки плавают. Обезьяны лазают. Веселуха, короче. Зря не поехали. Красота. Вот такую экзотику мы пропустили. Обезьянку, кстати, зовут Мася. И она очень умная. Обратите внимание, что она постоянно поправляет поводок, чтобы он не запутался. Веселуха, короче. 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 Веселуха. Субтитры создавал DimaTorzok А вечером мы поехали в парк прогуляться перед сном. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Даша! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Даша! 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 Пойдем, малышка! Малышка! Даша! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я сама не знаю, что тут будет, мне очень интересно, но у нас будет рыба готовиться с овощами Мама порезала рыбу специями Вот у нас какие будут вкусности Укропчик, перчик, помидорчик Так, и арбуз обязательно идет к этому Тоже астраханский арбуз, правда, мама сказала, что надо брать с желтым, я самым желтым выбрал, его все шарашили, его никто не хотел брать, а я его взял, сейчас там на меня смотрю Ой, что ты теряю А они, наверное, их переворачивают. А я готовлю блюдо в пюре по-адыгейски. Это я, если рот открываю, Даша сразу начинает комментировать. Она говорит, меня снимай. Давай, что ты хотел показать? А молочко есть? Молочко и есть. О, яйца, я, кстати, смотрела. Яйца должны быть. Да, яйца есть. Даша? 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 Есть. 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 Мама, а вы что, не читали? У нас на входе написано, Даша, на входе написано, осторожно, скрытая съемка. Да? Да. Скрытая табличка. А я не знала вообще, что у меня снимать. Не, вы видите, не видел, когда я езжу. Леш, ну как красиво. Это мама, ленька, все так это, и мама режет. Ну, снимай. Да я снимал. Он в котель-то часто ходит. А сейчас вам Даша расскажет, как правильно выбирать арбуз. Вот, приходите и бьете по нему. Если там кто-то отвечает, значит, такой арбуз лучше не брать. Кто-то его съел уже. А если по нему стучишь, а ну, постучи. Постучи. Постучи по нему. Вот так. И он пружинит, значит, надо брать. А он, конечно, как мячик подпрыгивает. Вот так вот. Так, а если погремушка, если арбуз начинает греметь, как погремушка, значит, там созрели семена. Значит, он сухой. Да, значит, он сухой. Откни, что погремушка. Это я уже от себя. Чуть-чуть для сочности. Из кабачка. У нас не все кабачки любят. Некоторые не любят. Мальчики. Кто не любит? Максим не любит. Ну, опять. Не против. Рыба уже замариновалась. Будем сейчас ее жарить. А ее просто жарить ни в чем не это. Не обмакивать, да? А сковорода не любит? Не, ну, немножечко. Ну, если... Не любит. Не надо ничего. Так, ну все, я тогда буду жарить. Вот тут у нас специи. Так, еще что-то вы рассказывали? А, и надо жарить под крышкой, мама сказала. Да, но не плотно, а так вот немножко этой крышкой, чтобы не прикрыть, чтобы не это... Протушилась, прожарилась. Ну что, у нас уже жарится рыбка, вся вместилась в сковородку. У меня диаметр 28. Очень удобный диаметр, кстати. Ага. И это, мне мама только что рассказала, как правильно открывать масло. Что не надо снимать вот эту штучку, а просто ножичком там тык-тык сделать дырочки, и оно лучше наливается. Вот, так что век живи, век учись. Не сразу брюхали. Угу. Давайте я побольше сделаю чик. И тут у нас уже картошечка. А, такая шесть, шесть, муха. А, вот она моя водичка. Надо кабачок сейчас уберу. Куда-то чуть-чуть идти, не беру. Куда-то чуть-чуть. Куда-то не убираю пока. Угу. Ну, вот что, такая. Ну, обычно она, наверное, не нужна будет, да? Ну, нет, вот это дополня. Ну, ладно. А то, мы сейчас друг на друга понадеемся и на готовим. А вот, дайте, я здесь все добро управляю. Ну, смотрите. Не рано или плеваю, чтобы чуть-чуть зажарилось, да? Да, чтобы румяне не пыли. Нет, рано-рано. Ой, а тут прям распадается. Ну, и чисто. Ага. Проходу немножко. Правильно распределяется. Вот, вот, вот. В общем, у нас сковородка нас подвела. Рыба немножечко приклеилась. Но ничего, от этого она не будет невкусной. Запах от речной рыбы. Я всегда готовлю ментай. Запах вообще не сравнится. И сейчас мама будет обжаривать овощи. В общем, сейчас вы все увидите. Сначала обжариваем лук. Немножечко, да? Чисто. Так, да. Это прозрачный. Нет, все подряд целый. У нас уже обжаренный лучок, морковочка. И теперь мама добавила кабачок и перчик. А потом это куда все вместе заливать? У нас любили рыбу. Что, овощи у нас протушились? И теперь что, сюда нужно рыбку выкладывать? Как на подушечку. А Дашенька уже ест рыбку. И уже пюрешка сейчас будет делаться. Я выключила пока, чтобы шумно не было. А вот Дашенька уже кушает. Ой, сейчас камера сядет. Так, тут у нас овощи. Сверху рыбка. А здесь яйца, молоко и немножко муки столовой ложкой. И вот так я их заливаю. Получается, как у омлетики. Она пробит. А сверху еще укропчик. Вот такая вкуснятина. Ну все, наша рыбка готова. С овощами. Вот такая вкуснятина получилась. И с пюре я будем кушать. Даша, ты что, когда мама берет камеру, постоянно начинаешь комментировать все? В общем, я так чувствую, скоро отберет у меня камеру и будет вести влоги. Вот такая вот вкуснятина у нас получилась. С овощами рыбка. Ммм, вкусняшка. Все, будем кушать. Все, кто кушает, всем приятного аппетита. Так, и у нас десерт, у нас арбузик. Очень вкусный. Вот, и отзыв. Прическа у меня, конечно, знатная. Но у нас жарко, поэтому вот такой нынче, такой стиль. Всякая. Да. В общем, по поводу рыбки хочу сказать. Мама говорит, что именно судак нужно было протушивать. Ну, не прям жарить на раскаленной сковородке, как мы обычно рыбу жарим. Потому что судак суховат. И вот получился он с овощами. Вот этой всей заливкой. Заливка это была яйца, молочко и мука. Ну, соль. Получилось очень вкусно и сытно. И вот оно все пропиталось, такое ароматное. В общем, попробуйте. Так, очень вкусно получается. Мне очень понравилось. Но мы так никогда не готовили. Сковородка только принесла. Да, ну, сковородка, да. Ну, в принципе, и с этой сковородкой получилось очень даже вкусно. Мне очень понравилось. Все, спасибо. И за рецепт надо мне вехать. И за вкусняшку. Все, а мы Дашеньку там спать укладываем. Ну что, ребятушки, мама нас накормила рыбкой по-астрахански. Я Дашеньку спать уложила. И выхожу, все уже спят. Ой, надо цветочки полить. Я уже начала монтировать это видео. И поняла, что не уточнила один момент. Лешин брат с семьей приехал на один день. На следующий день он уже, получается, они поехали отдыхать на море. А после моря они пойдут в горы. И мы, может быть, еще съездим к ним в горы. Точно не могу сказать. Потому что с ребенком, ну, скорее всего, поедем. Вот, вышла вам видео снять, чтобы никого не будить. На улицу вышла. Вот, увидела богомола. Увидела вот эту дурюашечку. И цветы надо полить. Цветы прям сохнут. Ну и на этом буду видео заканчивать. Всем мира, добра и здоровья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok